Это программа Говорит Губерния, наш телефон 456645. Позвоните, если вы недавно пользовались услугами такси и у вас возникли какие-то вопросы, либо претензии. Что творится на рынке такси Хабаровского края, мы решили выяснить сегодня у нашей гости, у Виктории Крашевской, начальника управления. Такое длинное название, но я вычленил для себя государственного контроля в области организации дорожного движения. Да? И главного управления государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края. Вот если говорить о рынке такси, насколько он сейчас цивилизован в Хабаровске и вообще в Хабаровском крае? Я думаю, как в Хабаровске, так и в Хабаровском крае, наверное, и по всей России. Все равно значительная часть водителя продолжает заниматься нелегальным бизнесом. Как это получается? Вот смотрите, мы вызываем сейчас такси, я думаю, что большинство вызывает через приложение. Это Гет, это Яндекс, это Uber, такси Максим, ну и просто я назову сразу вот несколько компаний, чтобы не делать рекламу, что у нас еще есть. Такси везет и в каждом, практически в каждом случае они ездят без лицензии, потому что, мне кажется, 90% сейчас вызовов такси, это как раз-таки вот этот агрегатор. Здесь необходимо пояснить, что службы заказа, так называемые агрегаторы такси, они на сегодняшний день не несут никакой юридической обязанности, никакой правовой нормой их деятельность не регулируется. Да, мы уже обсуждали это, что в настоящее время законопроект подготовлен, прошло второе чтение, ждем, когда все-таки вступит в законную силу, будет принят закон, и он вступит в законную силу, и мы сможем осуществлять контроль именно за их деятельностью. Я уточнил, сейчас они оказывают, насколько я знаю, просто информационные услуги, то есть они как бы к этим таксистам никакого отношения не имеют. Да, но они ведь подключают их к своей системе. Но когда они нанимают, ну, скажем так, заключают определенные, оформляют взаимоотношения или не оформляют, то есть у каждого агрегатора там свои способы привлечения их к работе, они, к сожалению, не интересуются. И для них это не важно, имеется ли у данного автовладельца разрешение на осуществление этой деятельности. Почему я и говорю, что эта деятельность нелегальная. Да, на сегодняшний день мы, как контролирующий орган, выдаем разрешение на осуществление этого вида деятельности. Разрешение получить достаточно просто, стоит оно 530 рублей, минимум документов, минимум требований. Да, у нас на сегодняшний день выдано порядка 2644 разрешения. То есть 2644 официальных таксистов у нас в Хабаровском крае, а все остальные нелегаловы? Разрешение выдается юридическим лицам на конкретную машину. То есть можно сказать, что в Хабаровском крае 2644 автомашины имеют такое разрешение. А посадить туда можно кого угодно, получается? Ну, вот человека просто с правами и все. Ну, вот в эту машину. Нет, естественно, автомашина привязана к собственнику, к определенному шоферу. То есть эти документы мы смотрим и проверяем. Смотрите, просто чтобы не было понятно. Вот я собственник, у меня есть пять автомобилей, например. Я решил взять и заработать тем, чтобы вот их направить в такси. Я договорился с пятью друзьями, да, посадил их за руль, но при этом получил разрешение на каждую машину. Я являюсь собственником, они ездят по доверенности, да. Им не нужно никаких документов дополнительно оформлять, ведь машина уже имеет лиц. Понимаете, если мы говорим все-таки об осуществлении этой деятельности в установленном законном порядке, таксист, то есть если мы говорим, как положено, он должен в наличии иметь это разрешение. И в разрешении указывается, на какую именно машину и какому гражданину привязано это разрешение. То есть рулем должен быть собственником? Нет. Ну, может быть, нет. Мы выдаем разрешение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям. Юридическое лицо может иметь собственность автомашины, может быть, нанимать их и оформлять по договору аренды. Но это все прописывается в документах. То есть если вы оформили на автомашину собственника такого-то, но другой гражданин не может воспользоваться этим. Это уже, мы все равно говорим о нарушении той или иной правовой нормы. Вы знаете, у меня вопрос из личного опыта. Несколько раз я вызывал такси, я уже не помню, через кого из агрегаторов, мне приезжали гастарбайтеры, но машины были довольно приличные. Ну, видно, что не россиян. Они, наверное, админированы. Но самое главное, что они совершенно не знали города. Мне надо было отвезти буквально 5 минут езды, они сверялись по навигатору. Слава богу, сейчас есть навигаторы. Да, да. А как вообще они получили разрешение, как они вообще получили права? Ну, как они получили права, я не знаю, это вопрос не ко мне. Но при выдаче и оформлении разрешения такого требования, как наличие гражданства Российской Федерации, отсутствует. А наличие прав Российской Федерации? Ну, права, безусловно, должны быть. Нет, ну, права могут быть... Нет, это уже вопрос безопасности, это уже вопрос к сотрудникам правоохранительных органов. Мы при выдаче, мы выдаем разрешение на осуществление этой деятельности. То есть нам предъявляется паспорт собственника, ну, непосредственно документы на машину, собственник, то есть если мы говорим о том, что это лицо будет осуществлять эту деятельность, договор аренды, все. А кого-то мешали этих прав? Разрешение. Разрешение? Разрешение. Дело в том, что законодательно также предусмотрен определенный порядок, ну, сразу отвечу, нет. Порядок достаточно сложный, единственное, какие факты были, это временное приостановление действия разрешения. То есть было в ходе внеплановой проверки выявлено нарушение, выдано предписание на их устранение, и на срок устранения этих нарушений, и деятельность этих разрешений была приостановлена. В дальнейшем, если бы это предписание не было бы исполнено, было бы дано бы повторно, и дальше, то есть вопрос аннулирования этого разрешения решается однозначно через судебный порядок, своя процедура, свои условия, ну, таких фактов у нас в Хабаровском крае нет. Я подозреваю, что с агрегаторами еще сложнее. С агрегаторами? Я помню, нам много раз присылали жалобы на работу агрегаторов, но на них вообще, видимо, никак невозможно. На сегодняшний день отсутствует правовой механизм контроля за их деятельностью. Скажу, что я очень внимательно изучала законопроекты, участвовала во обсуждениях в нашей Думе. Безусловно, мы все это поддержали, свои мнения высказали. Очень интересный проект, и у нас достаточно интересные будут функции надзора. Но пока этого нет, пока мы ждем. А вообще, вот проконтролировать, как они работают, как они отчитываются, платят налоги. Ведь, по сути, тут достаточно просто жалобы в прокуратуру, чтобы они делились информацией, кто ездит по городу Хабаровск, да, например. Ну, хотя бы просто те машины, а потом сверить, почему вот эта машина ездит, не имея, там, например, лицензии, вот если касаться агрегаторов. И вообще, если нам что-то не понравилось, да, в плане обслуживания такси, которого вызывали через агрегатора, куда жаловаться? Значит, если имеются жалобы по качеству оказанной услуги, пожалуйста, то есть мы говорим о защите прав потребителя, то в Роспотребнадзор. Если ваши, скажем так, те нарушения, на которые вы хотите пожаловаться, связаны, допустим, с непрохождением технического осмотра, с отсутствием медицинского контроля, то есть те два момента, которые мы контролируем и которые связаны с нашими полномочиями, это как раз непосредственная организация и осуществление медицинского осмотра и технического контроля за состоянием машины. То есть у водителя такси, вы вправе это потребовать, должен быть путевой лист с соответствующими отметками. Хотелось бы сказать, что с 1 июля еще и вводится контроль на кассовый учет этой деятельности, то есть там тоже свои... То есть с 1 июля мне обязан вводить чек, получается? Да, да. А вы знаете, опять же, из моего личного опыта заметил, что как только в Хабаровске меняется погода, ну, даже просто пошел сильный дождь, сразу же ценник взлетает. Никаких ограничений на это нет? К сожалению, это рынок, ценовой какой-то зависимости, каких-то тарифов не существует. Каждый перевозчик вправе себе устанавливать те или иные цены. И, безусловно, если мы говорим о рынке, о рыночных условиях, если я хочу получить больше денег, я ставлю более маленькую цену, более низкую, если я хочу получить более высокую цену, я вправе это установить. У нас есть перевозчик, я думаю, вы знаете, который устанавливает цены в зависимости от комфортности, то есть есть определенный статус у машины, виды марок, то есть если вы хотите подешевле, то одна будет автомашина, а подороже будет другая. Ну, это как раз хорошо. Ну, знаете, я вот заметил, что когда я вызывал, ну, я, честно говоря, обрадовался, когда появился класс комфорт, потому что зачастую приезжали, ну, просто настолько убитые машины, и, ну, не потому что вот мне вот хочется, да, на хорошей машине ездить. Мне просто хочется ездить на нормальном автомобиле, и пусть это будет дороже. Но когда я начал вызывать, да, вот у одного из агрегаторов, я понял, что приезжают-то, по сути, те же самые автомобили. Я просто, когда соглашаюсь на цену, да, которая есть, я не знаю, какой автомобиль приедет, но приезжает, ну, мягко говоря, да, может быть, более-менее новый автомобиль, но при этом можно ушатать тут же пробокс очень быстро. А по этому поводу можно представить претензии? Или нет четкого понятия, где начинается комфорт? Ну, здесь прежде всего зависит от вас, вы вправе, в принципе, отказаться от того, от той автомашины, которую вам предоставили. Конечно, мы, к сожалению, вызываем такси не для того, чтобы получить какой-то, скажем так, это всегда связано с какой-то важностью, срочностью, с каким-то мероприятием. То есть невозможно прийти в один, как мы в магазин приходим, вещь нам не понравилась, мы идем в другой магазин. Здесь, к сожалению, мы иногда вынуждены соглашаться на ту автомашину, на те условия, в которые предпочитаем ездить. Видимо, они этим пользуются. Поэтому, если вам прислали машину не того, не той комфортности, которую вы пожелали, вы, в принципе, можете отказаться от услуг данной автомашины. Но рекомендую, в принципе, если возникают какие-то спорные ситуации, прежде всего обращаться в ту диспетчерскую организацию, через которую вы заказывали. Потому что у них ведется свой контроль, особенно если мы говорим о хамстве, о каких-то неудобствах. Иногда бывает, просишь водителя не курить, он курит. То есть они делают какие-то пометочки. Бывают случаи, что они даже потом перестают работать с тем или иным водителем. А я имею право попросить выключить музыку? Вы имеете вправе все. Вы можете попросить его, безусловно, не курить, выключить музыку, открыть окно. Ну, все, конечно, в пределах разумного. Ну, и, конечно же, у нас есть комментарии по этой теме. Их очень много. Чаще всего мы, как конечные потребители, недовольны. Потому что водители приезжают с агрессивной манерой езды. Некоторые сидят в телефоне в то время, когда они должны быть... Смотреть на дорогу. Да, смотреть на дорогу, быть участниками движения. В общем, наши телезрители пишут. Господа таксисты, пароль реально с вами страшно находиться в автомобиле. Будьте, пожалуйста, внимательны. Но в то же время, к примеру, и таксистам есть что сказать на то, что мы иногда говорим. Вот таксист со мной разговаривает через губу. Таксист пишет, было время делать в 6.20 утра. Вез женщину на работу. И буквально, когда уже оставалось пару метров, она сказала, извините, у меня только 5 тысяч бумажка. Говорит, где я в 5 утра должен взять сдачу с 5 тысячной бумажки? Я такую сумму, да и бог, за 3 дня заработаю. Говорит, и, конечно, после этого я буду разговаривать через губу. Потому что приходится выполнять различные манипуляции, чтобы как-то получить деньги, которые человек честно заработал. Кроме того, пишут, работа таксиста – это нелегко. Нужно самообладание, выдержка, крепкие нервы и чувство юмора. Конечно, после спада цен на услуги этими качествами может похвастаться, к сожалению, не каждый таксист. Но нужно оставаться людьми. Или пишут, уходите просто из этой профессии. Хороший вопрос. А в такси я имею право расплатиться крупной купюрой? Мне, как и в магазине, обязаны дать сдачу? Нет, ну, конечно же, вам обязаны дать сдачу. Но если мы, к сожалению, иногда граждане этим пользуются, я часто наблюдаю это в автобусах, да, когда люди подают аппетит. Ну, здесь мы говорим уже о взаимной культуре и о взаимной вежливости. Я не думаю, что у нее не было возможности, у нас круглосуточный автомагазин. Но в данной ситуации водителю можно посоветовать найти круглосуточный магазин, где-то разменять. Хотя, кстати, в магазинах тоже не всегда такую купюру разменяют. Хотя сейчас можно в банковском приложении перевести, там сумма достаточно небольшая, это, по-моему, делается элементарно. Я, в принципе, сколько пользовалась такси, можно было по телефону. Он всегда говорит, то есть набегая там сумма 127 рублей. Конечно, не у каждого наберется там именно 27 рублей. Он говорит, если у вас есть без сдачи, пожалуйста, нет, можно через телефон. Можно еще один чисто практический совет, может, дадите? Если мне надо срочно куда-то поехать, лучше набирать агрегатор через телефон, либо выйти на стоянку такси. Либо все-таки позвонить по телефону официального перевозчика, но опять же. Ну, я думаю, конечно, лучше воспользоваться диспетчерской услугой, потому что, ну, если вы просто на улицу выйдете и поднимете руку, ну, всякое тоже может быть. Ну да, тут вопрос безопасности. Да, вопрос больше безопасности, и я думаю, что если, чем удобно заказ такси, можно заказать вечером на утро на определенное время. Есть нюансы, иногда опаздывают, иногда срывают, но это тоже... А вот вы сказали, что с 1 июля должны будут давать чек, да? А вот, например, у нас есть официальный перевозчик, мне он действительно нравится, если мне куда-то нужно ехать и быть уверенным, что машина приедет, я заказываю там аэропорт, да, например. Но меня всегда немного вот раздражало то, что там нельзя расплатиться картой, там только наличка. Ну, можно там перевести по банковскому приложению. Вот получается, что с 1 июля, если они дают чек, у них должны быть терминалы, соответственно, картой можно будет расплачиваться? Да, я поняла, что должны быть терминалы, то есть, вот данная техника, то есть, это все все равно происходит, ну, вот как у нас сейчас в автобусах. Ну, может, я наличку с собой не нашу? Нет, я, честно говоря, с трудом представляю, что каждый таксист будет это иметь, но я думаю, что официальные перевозчики, которые работают действительно в установленном порядке, по закону, я думаю, что они свои машины будут этим обеспечивать. Ну, да, вернемся к закону, принятия которого вы ждете. Есть прогнозы, когда он вступит в силу? Или хотя бы будет принят? Прогнозов нет, ждем. Ну, вы знаете, я помню, был случай, который, причем неоднократно случай, и друзья в Москве, например, сталкивались с таким моментом, когда я вызываю такси, да, мне агрегатор пишет, что машина едет, что он подъехал, причем то, что он подъехал, ставится минуты за две, то есть, метрах, наверное, в 400 еще. Тут же ставится, что заказ начат, и заказ окончен, и у меня деньги с карты списываются, и водитель исчезает. Я пробовал писать, но мне сначала, то есть, непосредственно, агрегатор ответил, что хорошо, мы вам вернем деньги, правда, не вернули, а второй раз ничего не получилось сделать, то есть, ситуация закончилась, по сути, ничем. Вот как действовать в этой ситуации? Здесь имеется нарушение ваших прав как потребителя, здесь нужно обращаться в управление по защите прав потребителя, потому что здесь след определенный имеется, да, это движение денежных средств на том или ином счете, поэтому будут разбираться. Спасибо, у нас в гостях была Виктория Кашевская. Есть телефонный звонок, давайте вот под конец послушаем. Инна, здравствуйте, вы в эфире. Алло, говорите. Алло. Да. Я хотела задать такой вопрос. Мы дважды через агрегатора везет, заказывали такси в аэропорт заранее, с вечера, например, на 6 утра, вылет там в 8, и когда должно прийти такси, они нам звонят и говорят, а такси не придет. Ну, то есть, получается, здесь тоже ведь можно жаловаться, потому что изначально договаривались в определенном времени, они должны выстраиваться. Ну, попробовать пожаловаться можно, возможно, даже решить, если, тем более, ситуация связана со срывом полета, не дай бог, да, пропал билет или еще что-то. Здесь этот вопрос уже нужно будет решать в судебном порядке. Ну, все-таки самое рациональное, просто быстро набрать другого агрегатора и вызвать такси. Если машины есть в этот момент на линии. Спасибо. Итак, в гостях у нас была Виктория Кашевская. В этот раз прочитаю полностью. Начальник управления экологического надзора лицензионно-разрешительной работы государственного контроля, в скобках надзор, в области организации дорожного движения за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Спасибо. Спасибо.